Моё почтение всем зрителям! С вами Камрад и обещанный ролик уже по четвёртому Энифурифесту, прошедшему в эту субботу 16 декабря. Отвечая на главный вопрос, поставленный в названии к этому видео. По сравнению с графитом, где и начинал свою историю Энифурифест, ну или просто Энька, организаторы нормально подошли с вопросом, касаемо места проведения. Предюбилейная четвёртая Энька прошла в Гэллери Дэнс Холл, что на юго-западе Москвы. Место оказалось знакомым. Каких-то три года назад в ковидный 2020-й проходил фри фандом партий с хэллоуинской тематикой. Очень удачно, кстати говоря, выбрали место для проведения. Карта самой Эньки распласталась на огромную площадку торговли для мастеров и художников, небольшой лекторий, кафе и большой зал для танцев и проведение конкурсов викторин и дефиле. Участникам дефиле и фурсьютерам была предоставлена гримерка, где выделили два вентилятора, самодельный кулер с водой и выход на балкон, где можно было проветриться. Помимо вышеописанной гримерки, стандартной вип-комнаты и прочих служебных помещений, появился и небольшой кинотеатр, где по расписанию показывали полнометражную анимацию и один фильм. От классического Робин Гуда до полного метра по ФНАФу и плохих парней. Если вы не видели обзоры, можете найти у меня их на канале. Также любой желающий гость мог поучаствовать в небольшом квесте от Куси ради небольшого сувенира на память, разыскивая необходимые предметы для праздника. Ну или же опробовать на себе плоды современных технологий. В зале, где проводились конкурсы и само дефиле, по левую руку от входа разместили компьютеры и шлемы с виртуальной реальностью. А что мне сказать насчёт зала с маркетом? Там тоже было много чего интересного. Среди столов, где можно было купить фигурки, игрушки, плакаты, стикеры, да вообще что угодно, расположилось несколько интересных мест для времяпрепровождения. У МОС-игры можно было взять абсолютно любую настольную игру на прокат и сыграть в неё со своими друзьями. Напротив столов для игр разместился уголок художников со всеми принадлежностями для создания традишки. Кто в курсе, тот понял. Ну и по соседству с гильдией мироходов стенд с граф-планшетами от Хуйон. Довольно крутое устройство для тех, кто любит рисовать арты в диджи. И я не стал садиться за стилус и пробовать что-то нарисовать. Я художник от слова худо. Мероприятие прошло замечательно. С более-менее комфортными условиями пребывания гостей. Толпы почти не было. Единственное, с чем мы не смогли снова справиться, так это с гардеробом, который на момент моего прихода прекратил работу, а там ещё была очередь в него. Ребят, большая просьба. В следующий раз попробуйте выделить сразу два-три гардероба для посетителей, чтобы подобного не было. К вам всё больше и больше гостей приходит, потому что вы и дальше растёте, и уже на полшишки трансформировались в местный кон, о котором вы ещё на втором мероприятии заявляли, если мне, конечно, не изменяет память. Пожалуй, это единственный косяк за весь фестиваль. Остальных минусов я не нашёл. Мне же самому было приятно увидеть новых и старых знакомых на Эньке, принять участие в конкурсах и заснять дефилет с награждением. Ну и, конечно же, мои похождения по прилавкам со съёмками плюшек и остальных ребят. Уникальные кадры. Это был четвёртый, да? Здрасте. Это был четвёртый. Тысяч. Привет, камрадик. Я тебе не камрадик. Как вам на у меня мероприятие? Достойно высших похвал, особенно помещения. Я рада это слышать, но мы пока что были только в этом, в этой части фестиваля. Я тебе больше скажу. Там находится... Здесь говорит? Алло. Короче, здесь рядышком находится и кинозал, и вид комнаты, раздевалка, и огромный зал, где проходит аукцион сейчас, и будет вторая часть дефилет. Уже вторая часть? Уже вторая часть. Первая уже закончилась. Где я был 8 лет? У тебя есть хвост? У меня нет хвоста. У меня такой вопрос. Ты мини-меня не видел? Я тебя не видел. Мини-меня. С мини тебя? Мини-меня. Я их не видел. Дай знать, окей? Хорошо. Так забавно, что микрофон у тебя... Ой, у меня камера у тебя. Какой будет юбилейная пятая Энька, чье проведение будет намечено на 24-й год, вопрос остается открытым. Но одно я теперь знаю точно. Начиная с четвертого Энифурифеста, следующие мероприятия, и если они планируются, теперь будут проводиться только раз в году. Это в первую очередь связано с поисками больших площадей для проведения фестиваля. Будем ждать новостей, касаемые и времени проведения Эньки, и в каком оно формате будет проводиться. А на сегодня это всё. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь и комментируйте. Распространяйте ролик друзьям и своим знакомым. Переходите по ссылкам ниже в описании. По желанию вы можете поддержать меня донатом на Donation Alerts или любой подпиской на Boosty. Вот такие дела. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok